Уважаемый Евгений Наумович, уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте выразить огромную благодарность за приглашение и возможность выступить на таком значном мероприятии в Школе молодых ученых «Актуальные вопросы онкологии и смешанных областей медицины». Мое выступление называется «Разработка и внедрение регионов специфичного проекта, скринингового проекта в Республике Саха-Якутия». Ну, во-первых, несколько слов о самом нашем регионе. Значит, Республика Саха-Якутия, посмотреть на карту Российской Федерации, это самая большая административно-территориальная единица и самый большой субъект Российской Федерации. Занимает 20% территории Российской Федерации. При этом, конечно, это очень уникальная региона. Во-первых, огромная площадь, 3 миллиона квадратных километров. Численность населения на данной территории, она крайне малая, достигает 1 миллиона. Клотность населения составляет нам целых десятых человека на один квадратный километр. Это представить очень сложно. При этом, значит, уникальность региона связана не только с тем моментом, что это огромная территория, но и тем, что все-таки это по климатическим, географическим моментам очень серьезная региона. На свыше 40% территории республики находится за полярной округой. 90 с лишним процентов территории находится в зоне сезонного транспортного обслуживания. При этом, значит, многие районы не имеют надежной транспортной связи с Центром Республики. и близлежащими районами. Это очень мало населенные районы, очень много районов, которые имеют население минимум 10 тысяч человек. Ну и, конечно же, 44% территории это труднодоступно. При этом, значит, хочется сказать, что практически половина территории республики – это арктическая зона. К ним относятся вот как раз очень такие районы с 13 районов, которые в рамках указа президента 2 мая 2014 года стали относиться к арктическим районам. Хочу сказать о том, что климат в республике резко континентальный, перепад температурам, притуда очень большая, где-то порядка 100 градусов, да, то есть это может быть летом очень жарко в 30 градусах, а зимой за 60 градусов мороза. Придел от республики расположен на предчасовых поясах, то есть это плюс 6 часов, плюс 7 часов, плюс 8 часов, если сравнить с Москвой. Что касается основных индикаторов онкологической помощи, то прослеживается прямая коррекционная связь с ростом ожидаемой продолжительности в жизни, и ростом численности населения, и, конечно же, ростом онкологической выливаемости. На диспансерном учете по данным 2020 года в онкологическом диспансере находится 12 255 пациентов с онкологической патологией, из них 5 лет и более живы 6 374. Что касается динамики выявления пациентов ранних стадий, первой и второй стадии, несмотря на то, что все-таки крайне низкий процент отмечался в 2011 году, удельный рост составлял 23,4 в динамике, показатель низко увеличился, в 2020 году составил 41,5%, но это, конечно же, очень низкий показатель. При этом показатель запущенности все еще остается высоким. Что касается национального проекта, то в рамках регионального проекта борьба с онкологическими заболеваниями заложены очень серьезные мероприятия с очень серьезными индикаторами, и, конечно, мы их должны достичь. В рамках национального проекта это не только информационно-коммуникационная кампания, это создание скрининговых моментов, это создание инфраструктуры оказания онкологической помощи. На сегодняшний день, что касается оказания службы онкологической республики, то она три уровня. На первом уровне у нас смотровые кабинеты, первичные онкокабинеты, кабинеты онкологического скрининга. На втором уровне у нас центры амбулатурно-онкологической помощи, и на третьем уровне головного учреждения Никутской республиканской онкологической дистанции. В рамках регионального проекта борьба с онкологическими заболеваниями, национального проекта здравоохранения, до 2024 года планируется актуать 18 центров амбулатурно-онкологической помощи. На сегодняшний день существует уже 15 центров амбулатурно-онкологической помощи. Если посмотреть на карту республики, то мы видим, что именно арктическая часть, она не охвачена центром амбулатурно-онкологической помощи, поскольку в арктической части все не так просто. Здесь содержатся сверхно-мотивные больницы. То есть то, о чем я говорила, численность жителей республики, она небольшая. И есть район, а вы даже взять Кубеново-Кантайский район, который я показываю на карте, он имеет численность населения 2000. Конечно, вы говорите о каком-то центре амбулатурно-онкологической помощи, внутри формы, даже в первичном кабинете. Соответственно, половина части Якутии охвачены центром амбулатурно-онкологической помощи, а другая часть, как раз арктическая часть, арктические районы, к сожалению, не имеют. Но обеспечение логистической доступности все-таки выходит за счет дисциплинарных моделей онкологических бедов. Из 2019 года в эти районы заезжают онкологические арктические десанты со специалистами онкологического диспансера и охват онкологической диагностики помощи здесь происходят. В связи с тем, что, значит, у нас, ну, как бы там ни было, вот тот период, который с 20-го года, он достаточно сложный, и все мы понимаем, насколько было сложным первичным зонам и специализированным службам. У нас это тоже очень сильно коснулось. И, конечно, говорить о том, что выявление пациентов с первой и второй стадии именно в нашем регионе, это и так была проблема. Но, к сожалению, этот период оказалось настолько сложным, что все-таки мы пришли к тому, что надо внедрять регион специфичность в ГВП. При этом, а почему регион специфичный? Мы берем 6 основных локализаций, которые составляют больше процентов в структуре заболеваемости онкологической диспансерии. И, значит, мы разработали проект, получили регистрацию интеллектуальной деятельности и уже внедрили в городе Пусть. Город Пусть в городе Пусть в городе Пусть. Далее мы этот проект стали внедрять уже по районам республики в ВИС-Центре моторно-экологической помощи. Проводится аналитика данных и разработка или персонализированного модульного приложения в Кабинете аналогического данного. Это вот на сегодняшний день это проект. В чем заключается скриннинговый проект? Во-первых, это мокоплодимое приложение. В рамках ковида это было очень удобно. Человек регистрируется. Если, поскольку скриннинг, это все-таки переведенная в возрастной категории, мы взяли плюс 40, регистрируется, проводит, выбирает ту локализацию, которая ему интересна, или же он хочет пройти в обследование, как правило, остается, почему-то выбирали локализацию, понятно, почему. И даже это было лайфхаком для многих, потому что многие говорили о том, что если мы не можем попасть на компьютерную панографию, соответственно, надо пойти на мокоплодис САХ и выбрать именно локализацию локализации локализации и записаться, пройти анкетирование и записаться в любое время, когда им удобно приходит и проходят обследование. Значит, первым шагом – это регистрация, второй шаг – это анкетирование. При наличии определенных факторов риска пациенту открывается окно, где он может записаться в любое удобное время на поведение, если обладали все данные, но приходят уже лично. При выявлении анкетирования или пользователя высокой группы риска предлагается пройти обследование. Значит, мы взяли лодка, молочные железа, полуроктальные, правда, печень, простата. И вот как раз проводим вот это обследование. Лабораторные исследования проходят анкетирование. Если выявляет патологию локализации, то локализация в любом клетке. Если выявляет, ну, женщина хочет пойти обследование на молочные железы, то проводится монография. Далее, если хочется узнать, что с печенью, то проводится лизи печени, значит, лизи предстательные железы. Если по патологии шлейки, марки, то используется метод жидкостной цитологии, но в то же время как тест тоже будет. И осмотрим мы его демокрином. Далее, то, что касается праку по рекламной области, то проводится исследование калмостопеку. Но есть обновлечие каких-то еще патологов, то есть, например, мы можем обследовать. Значит, управляется пациент, выходит его. При этом был, значит, в процессе работы у нас разработан тариф обязательный медицинский степень. Тариф называется комплексным обследованием. Это специальный степень для обследования и цели для дневного злокачественного образования. И уже конкретно по локализации в отрывках, молочной железы, печени, толстой и прямой кишки от шейкиного отрыва. Далее, значит, хочется сказать, насколько это эффективно оказалось. И при этом это очень было удобно и очень хорошие отзывы прошли на эту программу. На сегодняшний день идет тираж уже по республике, по районам республики. И те районы, вести на амбулаторно-анкологической помощи, они включаются в этот проект. Значит, на сегодняшний день на платформе прошли инфектирование инфектирования старше 60-40 лет. Это 22 771 человек. Из того, что 40 лет и старше, это составляет 5,7%. Далее прошли обследования по результатам инфектирования 12 483 человека. И те, у кого выявлены факторы риска, они направлены на исследование. И из тех, у кого выявлены какие-либо в ходе скрининга вакцинах и нарушения, они направлены на углубленное исследование. При этом, значит, из всей этой категории у нас было выявлено 76 случаев за качественное образование. То есть на целых 60% от общего числа прошедших обследований. Это очень хорошая категория. Значит, при этом выявлено в мировой стадии процесса один из случаев, в первой стадии 23 случаев, в второй стадии 9 случаев, то есть это более 40% если все это обидно в нормальную стадию. В третьей стадии процесса 16 человек, это 21 национальный исследователь пациентов. К сожалению, четвертая стадия тоже была и очень большая категория. То есть это люди, которые должны были в норму в норме и обследовании, могут сила определенных обстоятельств, в обстоятельствах мы могли быть в этом, поэтому иметь возможность на поиск записаться и пройти в дальнейшем обследовании и лечение. Что очень порадовало, что все-таки вropriом-преподеракии значит 141 человек то есть те, кто срегистрируется в нашего анкетирования, было 141 человек, То есть 1,1% от числа прошедших в углубленные обследования. Значит, по биоразию третьей категории было 2,5%. По легким антракциям 3 и 4А категории 53 человека будет 7,6%. По шейки матки ЭЧСИ 29 человек или 20,6%. Ну и с другой патологией направлено в строительство 879 человек, что составляет 6,8% от числа прошедших в углубленные обследования. Уважаемые коллеги, у меня для этого все. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность выступить и поучаствовать в данной конференции. Спасибо большое. Спасибо. 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 , спасибо. , спасибо.